Марка Volkswagen поделилась насущной проблемой. Оказывается, публике нравятся салоны, обшитые кожзамом. Однако этот материал обладает весомым недостатком. В нем содержится много компонентов на основе нефтепродуктов. Чтобы сократить вредное воздействие на экологию от производства искусственной кожи, немецкие интерьерщики разработали обивку из кофейных отходов. Заменяя наполнители химического происхождения на оболочку кофейных зерен, побочный продукт обжарки, удалось заметно повысить содержание органических компонентов. Правда, в серию кофейная кожа пока не пошла. Еще одно направление работы — так называемые материалы вторичной переработки. Сейчас Volkswagen даже готовит специальную версию некой модели, где отделка крыши, сидений, дверей и финишное покрытие будут сделаны из пластиковых бутылок. Технологи марки Skoda также вовсю занимаются созданием новых материалов. Так чехи представили интерьер Octavia, частично изготовленный из переработанных свекольных очистков. Из жома — сахарной свеклы — удалось сделать несколько элементов салона, в частности накладки на дверные карты и переднюю панель. А пока автопроизводители находят необычные применения пищевым отходам, благотворительный фонд «Ангелы среди нас» знакомит публику с творчеством особенных детей. Юных художников с ограниченными возможностями из детских домов, психоневрологических диспансеров и хосписов. Так как именно искусство делает то, что не может ни одно направление сделать. Через искусство можно передать мысли, через искусство можно передать все, что вот ты думаешь, то, что внутри накипело, вот это дети мои и показали. Выставка, состоявшаяся в Третьяковской галерее при поддержке телеканала «Автоплюс» поистине уникальна. Ничего подобного в истории изобразительного искусства России прежде не было. Таким образом фонд подвел итоги работы за пять лет. Да, в этом году он отмечает свой первый юбилей. Мы делали тщательный отбор. У нас был, естественно, конкурс среди наших детей. И поэтому мы выставили в Третьяковке те работы, которые я хотела показать. Чтобы люди увидели, сказали, да, это дети действительно уникальные, они особенные, и они достойные полноценного места в нашем обществе. Добавим, что в рамках выставки также проводились мастер-классы с членами Союза художников России. А принять участие в них могли все желающие.